Множество заплывов, разнообразие дисциплин. Кроль, Браз, Дельфин, Баттерфляй. На трибунах практически ни одного свободного места. Открытый чемпионат города по плаванию среди детей прошел в Международной Академической Школе Одесса. В преддверии новогодних и рождественских праздников в новогоднем заплыве приняли участие около 300 юных пловцов из 10 спортивных школ и клубов города в возрастных категориях от 3 до 16 лет. Приветствовал участников с началом соревнований почетный гражданин города Одесса президент Международной Академической Школы Сергей Кивалов. Я думаю, что это очень важно, что Международная Академическая Школа открыла свои двери для всех детей нашего города. Это правда очень здорово. Я рад, что наша школа пользуется популярностью. Я рад, что наши дети принимают участие. Посмотрите на самих детей, как они трудятся, как они идут к финишу. Сегодня в каждой семье будет праздник, потому что ребенок принесет первую медаль. В числе участников 80 воспитанников Международной Академической Школы Одесса, у которых предмет плавания является обязательной школьной дисциплиной. Стоит отметить, что строительство бассейнов при школах предусмотрено национальной программой президента Владимира Зеленского «Большая стройка». А в Международной Академической Школе Одесса построили сразу два бассейна, которые наполняются артезианской водой из подземного озера. Олимпийский бассейн с шестью дорожками, трибунами и современной системой фильтрации воды. А также малый бассейн для детей младшего возраста. У нас второе мероприятие, которое мы проводим на нашей базе. Мы уже поняли, что оно будет ежегодным, традиционным, два раза в год. Сегодня у нас заявлено 300 участников. Сегодня мы видим разные группы, разные категории, самые маленькие. Но мы будем расти и развиваться в этом направлении. Мы поняли, что наш бассейн является базовым. Все клубы проводят эти мероприятия у нас. Это доказывает то, что у нас и качество воды, и качество фильтрации на самом высоком уровне. Не меньше волновались и были погружены в процесс тренеры. Ребят, ни раз и ни два они пробегали ту дистанцию, которую их подопечные проплывали. На старте, на путственные слова, на финише – поздравления, независимо от результата. Ведь главное – участие. Сегодня действительно у нас напряженный день, спортивный праздник. Международная спортивная школа принимает соревнования участников. У нас более 270-275 участников. Разные участники на разных дистанциях выступают. Некоторые даже в нескольких номинациях выступают. Каждый участник сегодня получит медаль. Как вы видите, работа кипит. Самая напряженная сейчас работает судейская коллегия, принимает результаты, контролирует. Перед началом соревнований будущих чемпионов поздравили Дед Мороз и Снегурочка. После их появления у детей пропало волнение. Даже наоборот – появилось праздничное настроение. Ни один участник чемпионата не остался без диплома и медали. Всех ребят ждали сладкие подарки. А главное – все получили положительные эмоции на долгое время. Мои ощущения после бассейна – это очень классно. Я с первого раза попробовала, мне очень понравилось здесь. Очень хорошо. Какие ощущения вот именно перед заплывом, когда ты готовился к заплыву и уже вот когда ты сделал это? Старательные и усталые. Ну, занимаюсь я уже где-то от трех лет я занимаюсь. Получается, четыре года занимаюсь. Скажешь, а кто тебя привел на плавание? Папа. А папа занимался плаванием? Ну, занимается. Ты его заставляешь, да, с тобой ходить? Нет, я не заставляю, он сам захотел. У меня раньше было другое плавание. Я плавал с Эльнуром. Потом я пришел сюда и нас начали готовить. У меня были очень хорошие результаты и я попал сюда на этот универ. Какими главными качествами должен обладать каждый турец? Я думаю, что мое мнение это такое, что он должен обладать качествами пристрелитой ловкости и уметь делать разные развороты, например, чтобы быстро доплыть с финиша. Главные болельщики остались довольны не только успехами своих детей, но и условиями, в которых проходил чемпионат. Просторный, комфортный, светлый бассейн, уютные раздевалки, чистые душевые. Основа, которая нужна для демонстрации достойных результатов, считают родители юных спортсменов. У меня плывут две дочки и старший сын. Ожидаю от девочек высоких наград, потому что старший вообще очень хорошо плывет. У него получается даже доплывать до взрослых разрядов. Помладше, надеюсь, что в своей категории она тоже выиграет. От сына жду просто хорошего выступления, чтобы он получил удовольствие, а там уже как пойдет. Моему ребенку 6 лет. Мы занимаемся всего 3 месяца. Мы пришли, выбрав самый лучший бассейн, в самой лучшей школе, международной школе, заниматься плаванием. Потому что это, прежде всего, здоровье, это развитие ребенка. Это очень полезно не только для девочек, но и обязательно для мальчиков. Мы ходим на плавание уже второй год. Очень нравится ребенку сам положительный спортивный дух, само качество тренировок в нашей школе. Мы тоже здесь занимаемся, в этой школе. Поэтому ребенок ходит только положительными эмоциями и настроен на победу. Это наш второй спорт, первый каратен. Плавание мы решили добавить для общего развития, для хорошей, крепкой фигуры, для удовольствия. Потому что море можно открыть для себя зимой, когда есть бассейн. Соревнования показали, что наш регион богат талантливыми и спортивными детьми. Международная академическая школа Одессы воспитает еще не одно поколение будущих чемпионов Украины, Европы и мира. Многие из них будут достойно представлять наше государство на Олимпийских играх и вспоминать, как завоевали первую награду в бассейне Международной академической школы. Я искренне хочу поздравить всех наших деток, которые принимают участие в новогоднем заплыве. Я искренне хочу поздравить их родителей, всех детей нашего города и граждан, которые мировнодушны ко всему происходящему. Я благодарен жителям нашего города за то внимание и отношение, которые они проявили во время строительства нашей Международной академической школы. Это заслуга всех одесситов, это заслуга всех, кто принимал участие в строительстве и эксплуатации нашей Международной академической школы. С праздником вас, дорогие друзья! Будьте здоровы и счастливы! Пусть в ваших семьях, в ваших домах всегда будет любовь, благополучие, удача и пусть вас хранит Господь! Сегодня спортивная инфраструктура Международной академической школы Одесса без преувеличения образцовая. Два бассейна для детей различных возрастных категорий, универсальный спортивный игровой зал, который находится внутри самого учреждения, также крытый спорткомплекс на свежем воздухе. Школа уже принимает соревнования по различным видам спорта. В частности, выходные выдались, как всегда, насыщенными. Параллельно с соревнованиями по плаванию проходил шахматный турнир, а также турнир по футболу. Среди курсантов морского училища номер 3 Национального университета Одесская юридическая академия. На кубок президента вуза Сергея Кивалова спортивная жизнь в инновационном образовательном учреждении кипит, и насыщенный 2021-й стал тому ярким подтверждением. Впереди год 2022-й, не менее спортивный. Впереди множество интересных и запоминающихся стартов эмоций побед.